Дамы и господа, представляю вам соперников. Синем углу боец из города Минск, Беларусь. Ему 28 лет. Рост 176 сантиметров, вес 70 килограммов, 800 граммов. Представляет клуб Академия ММА. Профессиональный рекорд. 18 боев, 16 побед, 2 поражения. The fighter and the blue corner is 28 years old. 176 сантиметров tall and weighing in. 70,8 килограмм. Fight Club, Академия ММА. His professional record. 16 wins, 2 losses. Please welcome the fighter from Minsk, Беларусь. Михаил Одинцов. Его соперник в красном углу из России, город Новокузнецк. Ему 26 лет. Рост 180 сантиметров, вес 70 килограммов, 750 граммов. Представляет клуб Панкратион Новокузнецк. Профессиональный рекорд. 24 боя, 17 побед. Шесть поражений, одна ничья. The fighter in the red corner. He is 26 years old. 180 сантиметров tall and weighing in. 70,75 килограмм. His professional record. 17 wins, 6 losses, 1 draw. Please welcome the fighter from Новокузнецк, Russia. Света Слав Шаванов. Представляете, Михаил Вахтер, Germany. Okay, fighters. We fight PFL routes, so you cannot use the elbows, okay? Protect yourself at any time. Listen to my command. Shake hand if you like. Shake hand. Go back to the corner. Go back. Stay. You ready? You ready? Let's go! А возраст, рост, вес бойцов только что был на ваших экранах. Давайте смотреть. Советую вам не моргать, кстати, потому что мне кажется, что четырехунцовые перчатки и два заряженных ударника могут закончить этот бой очень быстро. У Одинцова прозвище танцор, кстати говоря. Это намекает на очень хорошую работу ног. Как мы видим, Одинцов меняет стойки, пытается что-то показать с ударами локтей. Финтит, 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 Финтит. Святослав уже такой парень опытный и не особо нервничает. И не особо ему мешает вот эта вот какая-то спутанность соперника. Ну, обмен лоу-киками здесь мы видим. Одинцов очень активно работает корпусом. И главное, чтобы он сам не выдохся из-за этих движений. Ну, мне кажется, да, здесь не может пока Михаил... Я думаю, что сейчас идет поиск дистанции у бойцов. То есть такая пристрелочная работа. Но вот Шабанов, мне кажется, свою дистанцию практически нашел уже. И ищет ее джебами и лоу-киками. То есть вот он уже видит, откуда долетают его лоу-кики, видит, откуда долетают джебы. И с этой расстоянии он может спокойно развить атаку. Пока что Одинцов не нанес пол ни одного удара. Но там была попытка. Да, попыток было много. Финтов больше, чем ударов. Но, друзья... Такой вид спорта, что здесь один взрыв, один точный удар и привет, что называется. Определенно. Хороший, кстати, удар был по корпусу. Хорошая работа от Одинцова. И проход в ноги. И тейкдаун со стороны Михаила. Вот так вот ударник отработал. Опять же, да, белорусская школа ММА не стоит на месте. Посмотрим, как Шабанов проявит себя в партере снизу. Пока что Шабанов дышит спокойно. Он умеет работать и снизу, и сверху. Но закрытый гард, он немножко меня напрягает, когда раунд идет всего 3 минуты. Кстати, у нас остается всего минута 15 до конца первого раунда. Одинцов пока что особо не работает. Пытается улучшить позицию. Да, да, да. Обойти ноги. Он пока не может вытащить руки. Попытка встать была от Шабанова. Пока неудачная. Шабанов в бутерфляй гарде. Этот тип гарда, он отлично контролирует соперника. И Шабанов встает. Но при этом отдает шею. Отдает шею. Так, а где удары по корпусу от Одинцова? Честно говоря, они здесь напрашиваются. Удары по корпусу, по бедрам. Поразбивать ступни. Даже удары плечами хорошие, которые продемонстрируют. Вот, что пока сейчас Одинцов продемонстрил недавно Конор Макгрегор. Шабанов разрывает дистанцию и работает в комфортной себе сейчас стойке. Я думаю, что Святославу ближний бой вообще не нужен здесь. Вот, хорошая работа с дистанцией, встречать фронткиками соперника. Как ты отметил до этого, Вячеслав выступал не только в легком весе. И видно по его форме. И, собственно, то, что вышло на коротком удалении. Борьба не для него, потому что чисто физические кондиции, я думаю, что у него хуже. Возможно, это учитывает Михаил Одинцов. Мы видим опять тейкдаун в пользу Одинцова. И попытка пройти гарда. Одну ногу. Но Святослав устанавливает гард и заканчивается раунд. На самом деле, наверное, раунд за Михаилом, но раунд достаточно близкий. Достаточно близкий. Есть два раунда. Ну, мне кажется, знаешь, иногда такое ощущение складывается, что бойцы, которые в гран-при выступают, они немножко по времени не могут переключиться, что раунд идет не 5 минут, а 3. Плюс, возможно, они немного все-таки берегут силы для финального боя. Убегай и поклонись туда. Выключай. Еще. Секунданты говорят Михаилу восстановить дыхание. Видимо, пытаются ему объяснить, что нужно работать спокойно, суетиться не нужно. Потому что суета, она в ММА не самая лучшая. Да нигде. Нигде. Даже в шахматах. Вот нам показывают самые яркие моменты. Да, у Михаила Одинцова отлично получается. Я уверен, что он смотрел бой с Александром Грозином, Святославом, потому что делает примерно то же самое, что делал Александр. Да, с Канунниковым бы так, наверное, не получилось, потому что Владимирову очень хороший борец. Видел его я вживую и в деле на турнире ProFC. Причем он выиграл нокаутом тогда. Так, второй раунд из трех запланированных. Мы начинаем. Бой начинается опять в стойке. Второй полуфинал Гран-при. Я думаю, что Святослав, что мы уже понимаем, что Михаил ждет своего момента. Он, кстати, перестал суетиться, мне кажется. Нет, в стойке он меняет. Стойки меняет. Ждет, ждет. Я думаю, ждет один софт-момент для того, чтобы пройти в ноги. Вот опять смотри. И, да, проход. Пропустил удар в корпус ног. Красивый амплитудный бросок. И опять хороший такой тейк-даун. Итак, уже смотри, в боковом контроле находится один софт. А эта позиция предполагает вообще пространство для действия. Здесь можно в разные варианты использовать. И Святослав хорошо встает, делает отличный свит, но отдает шею. Попытка гильотина. При этом рука Святослава под рукой Михаила. И попытка не получается, но близко было, близко. И опять же возвращаемся в ту позицию, с которой шли. Но Святослав восстанавливает хабгард. Тем не менее, один софт сверху. Вставай! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok